приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как установить операционную систему linux ubuntu 2204 вместе рядом на один ssd диск вместе с виндовзом да то есть идея очень простая у нас один компьютер ну я хочу сделать так чтобы при загрузке компьютера я мог выбрать в какую операционную систему загружаться или в linux или windows вот такие задачи на сейчас для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить свою квалификацию повысит свою экспертность и зарабатывать больше ну а компаниям найти высококвалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы займемся повышением вашей квалификации соответственно мастер-классы коллеги это новый формат обучения обучение на практике или практического обучения соответственно идея очень простая я вам буду показывать как это дело все установить ну а ваша задача взять и все повторить таким образом вы будете учиться вместе со мной я расскажу вам основные моменты на что нужно обратить внимание ну а вы это дело все повторите и как говорится получите те самые навыки и ту самую квалификацию и так поехали следующий этап что я хотел бы вам показать это собственно наш блог коллеги мы ведем блог поэтому детальные скриншоты ссылки и все необходимые инструменты они будут вам доступны собственно в описании под этим видео то есть я все по прикрепляю поэтому пожалуйста смотрите для удобства да чтобы там руками ничего не печатали будут ссылочки которыми тоже как говорится можно пользоваться ну и мы собственно продолжаем значит следующий этап то что необходимо скачать операционную систему linux ubuntu для этого я перехожу на сайт ubuntu.com справа вверху есть download ну и здесь различные варианты этого самого linux есть десктопная версия соответственно это с графическим интерфейсом пользователя есть серверная версия соответственно там только команды нужно будет вводить есть ubuntu для интернета вещей для облаков и так дальше в принципе вот эта технология которую я вам сегодня покажу она подходит как для серверной таки для десктопной версии то есть можно все это дело использовать и так я нажимаю десктоп и соответственно перехожу в раздел скачать я собственно буду скачивать версию lts long time service соответственно эта версия длинным сроком поддержки с долгим сроком поддержки это пять лет пять лет минимум пять лет соответственно до апреля двадцать седьмого года включительно и так нажимаем скачать и собственно начинается загрузка файл занимает порядка 3 3 4 десятых гигабайта то есть это может занять достаточно долго времени поэтому я файл уже скачал накануне накануне до чтобы говорится не ждать там час-два пока все это тело скачается вот собственно он у меня есть это iso образ вот загрузочный образ собственно следующий этап коллеги это этот файл необходимо записать или на диск или на флешку но на современных компьютерах уже нету никаких дисков сидером of 9 ромов и так дальше поэтому единственный путь загрузиться успешно это использовать флешку собственно коллеги я буду использовать флешку компании sandisk эта флешка на 16 гигабайт то есть флешка должна быть больше чем вот этот образ который вы скачали это относится не только к линуксу но если вы захотите например на флешку записать windows ну или там free безд или какую-то другую систему дальше для записи на флешку мы будем использовать утилиту которая называется rufus rufus опять-таки ссылка на скачивание будет доступна под этим видео где вы можете этим делом всем воспользуются и так листаем чуть ниже и собственно вам нужно загрузить порты был версию или переносимая версия да тут почему-то он захотел мне сделать русский язык причем google translate значит еще раз здесь есть порты был вершин соответственно порты был вершин это версия руфуса которая не требует инсталляции да то есть вы ее просто берете и запускайте опять-таки коллеги я уже все загрузил поэтому следующий этап это вставляем флешку и запускаем руфус так флешка флешка раз вставили вот вот она у меня сейчас должна появиться появится до появилась флешка сан диск вот она перед вами закрываем ну и дальше мы запускаем руфус руфус нужно запустить от имени администратора ну или дать разрешение вот здесь вот необходимо нажать да значит хотите обновить нет не нужно я ее только что скачал ничего обновлять не нужно и так вот собственно руфус и собственно следующий этап это это запись образа iso образа на флешку и так что я здесь выбираю значит первое что необходимо выбрать правильно флешку значит еще раз у меня флешка это диск d то есть вот если открою видит сан диск д пожалуйста не перепутайте потому что вас может быть диск е ф ну и так дальше даже и так дальше поэтому не перепутайте чтобы вы случайно не стерли диск с данными да поэтому важно понять на каком диске ваша флешка у меня это диск д важно еще раз проверьте это дело дальше следующий этап это нужно нажать на кнопочку выбрать чтобы выбрать этот самый iso образ который вы загрузили который мы загрузили вот я захожу загрузки ну и здесь вот у меня видите ubuntu 2204 amd64 . iso нажимаем выбрать открыть ну и собственно здесь система уже руфус предложил мне как это дело все в схему разметки загрузки и так дальше значит коллеги вот здесь вот важный момент то что мы флешку запишем универсальным способом то есть будет она работать как с мбр м так из g5 то есть в режиме биоса классического legacy так и в режиме юфа вот это важный момент но об этом я расскажу чуть дальше значит еще раз здесь мы оставляем мбр биос юфай фат 32 и размер кластера 8192 то есть оставляем все по умолчанию ну и собственно я нажимаю на кнопочку старт и должна начать за запись что важно записать в iso образ в режиме в режиме iso образа нам необходимо это дело все записать поэтому нажимаем именно вот в таком режиме и нажимаем ok и следующий этап система спрашивает вы точно уверены что это диск d потому что если на d что-то находится то все будет уничтожено коллеги это важно поэтому еще раз меня флешечка пустая без каких-то данных нажимаем ok и собственно начинается создание этого самого образа и здесь необходимо немножко подождать сколько ждать зависит от вашего компьютера ну и быстродействия вашей флешки флешка записалась приступаем к следующему этапу руфус закрываем и так коллеги следующий этап это необходимо отрезать свободное место на диске для того чтобы туда уже установить нашу убунту для этого я щелкаю правой кнопкой мышки на пуск и вот здесь вот нахожу управление дисками соответственно я должен увидеть какие есть у меня диски соответственно у меня диск 0 это это мой ssd диск на котором собственно установлена система и собственно вот все что мне здесь как говорится необходимо и так что мы имеем значит коллеги здесь есть 450 мегабайт это раздел восстановление дальше следующий раздел 100 мегабайт это юфай раздел и собственно диск c 118 гигабайт вот здесь пожалуйста коллеги как говорится будьте внимательны я вижу что у меня есть раздел юфай это означает что мой компьютер загружается и работает в режиме юфай да то есть разметка g5 и соответственно юфай что это означает это означает что при загрузке флешки нужно и при инсталляции опять-таки выбрать юфай вот это важный момент если у вас нету юфай это означает что вас мбр и соответственно legacy до классический режим работы поэтому будьте внимательны между собой эти режимы не совместимы и да то есть если вы если ваш компьютер старый соответственно мбр legacy то вы работаете в мбр legacy загружаетесь флешки если ваш компьютер новый вот как у меня да соответственно юфай и при загрузке с флешки нужно тоже загрузиться в режиме юфай ну и тогда у вас собственно загрузчик джироп линукса все это правильно будет установлено и соответственно будет все правильно работать значит ну а диск 1 это моя флешка видите ubuntu 22 вот фат 32 да то есть то что мы с вами собственно и сделали вот такой вот важный момент поэтому на это обратите внимание итак следующий этап это освобождаем отрезаем свободное место от диска c значит смотрим диск c собственно емкость 118 гигабайт свободно 90 90 да ну давайте для линукса для убунта я отрежу 32 гигабайта в принципе этого будет вполне достаточно итак нажимаем нажимаем правой кнопочкой мышки на мой диск c вот и здесь есть такой пункт который нажил называется жать том жать том дальше происходит вычетка информации о этом томе его свойствах ну и собственно дальше мы выбираем сколько места я хочу освободить мне система по умолчанию предлагает освободить все 93 гигабайта но тогда на windows ничего не останется да поэтому давайте я веду 32 тысячи семьсот шестьдесят восемь то есть это 32 гигабайта нажимаем жать и собственно у нас должно появиться свободное неразмеченное пространство вот она с правой стороны 32 гигабайта написано не распределено соответственно это свободное место куда мы будем устанавливать нашу убунту что дальше следующий этап коллеги все закрываем все закрываем вот и по сути выключаем компьютер пуск завершение работы и мой компьютер должен выключиться так ждем когда выключится 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 и что дальше дальше коллеги при включении сейчас я нашу на кнопку включение нужно будет выбрать меню загрузчика до биосовского загрузчика откуда мы будем грузиться здесь важный момент то что в этом меню можно попасть по-разному зависимости от того какой воспроизводитель компьютера у меня это компьютер fuji su поэтому это комбина это клавиша f12 у вас может быть f9 f10 f11 f2 f1 escape опять-таки смотря какой производитель компьютера вы скажете как это узнать ну как минимум об этом пишется во время загрузки компьютера может быть вы не всегда обращали внимание но об этом пишется когда включается компьютер ну или вариант номер два это за google и да то есть написать в google название компьютера производитель материнской платы там bios и так дальше и можно об этом увидеть итак флешка установленная клавиатура под рукой палец буду держать над клавишей f12 нажимаем на кнопку включения загорелась лампочка так и нажимаем f12 вот собственно коллеги было только что видно то что f12 до можно было нажать и так что мы видим мы видим различные варианты загрузки да то есть вот пожалуйста мой ssd диск 128 гигабайт и там написано windows boot manager дальше сандиск вот это моя флешка но опять-таки это загрузка будет в режиме legacy да то есть в режиме мбр а вот классического bios а нам же это не надо почему потому что мой компьютер работает в режиме windows установлена в режиме и фай поэтому я листаю чуть ниже и нахожу юфай сандиск юфай сандиск да мне нужно в режиме g5 соответственно юфай вот поэтому выбираем и нажимаем то есть вы должны найти вашу флешку и в режиме юфай нажимаем enter ну и собственно вот пожалуйста у меня появилась загрузчик джейраб линуксовый который мне предлагает try o install ubuntu соответственно выбираем и нажимаем enter ну а дальше происходит уже запуск самой ubuntu этот процесс может опять-таки занять определенное время зависит от быстродействия вашей флешки быстродействия вашего компьютера да то есть вот такой вот здесь красивая вот заставочка и это дело все грузится нам нужно подождать буквально минуту пока это дело все загрузится и так компьютер продолжает загружаться появляется меню прекрасно здорово загрузиться собственно дальше коллеги два варианта развития событий есть кнопочка try ubuntu соответственно вы можете попробовать ubuntu да то есть не устанавливать а просто в режиме live сиди в режиме live flash до попробовать как как она вообще у вас работает ну и вариант номер два это install ubuntu соответственно в этом режиме вы установите будет выполнена установка операционной системы значит что важно то что с левой стороны есть выбор языков и вы можете выбрать тот язык который вам максимально удобен и так я пролистаю чуть ниже ну и тут найду так 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 македонский о русский прекрасно выбрал русский и соответственно у меня все теперь на русском языке давайте я попробую что до действительно у моя ubuntu совместима с моим компьютером и все будет окей поэтому я нажимаю на кнопочку попробовать ubuntu и соответственно система попробует развернуться в оперативную память и соответственно попробуем как она вообще работает значит ну вот пожалуйста все у меня запустилась рабочий стол появился появились тут иконочки даже какие-то да у меня появился сеть сеть да то есть вот пожалуйста интернет у меня по идее все заработало то есть драйвера видео все в принципе работы да то есть совместимо ubuntu с моим компьютером я запущу firefox ну и попробую выйти в интернет и заодно посмотрим как она работает или не работает так интернет интернет так firefox открывается давайте попробуем зайти википедию википедия загружается соответственно это означает что все работает все здорово все окей да то есть мы можем по сути приступить к установке уже непосредственно на свободное место на диске моей ubuntu и так поехали дальше соответственно нажимаем на кнопочку установить ubuntu вот и собственно дальше запускается установщик установщик так вот так выглядит установщик соответственно по умолчанию предлагается тот язык который вы выбрали накануне соответственно это русский вот и мы здесь вот будем уже продолжать нажимаем на кнопку опять язык можете поменять на другой тот который вам будет удобен значит продолжать так следующий этап это раскладка клавиатуры по умолчанию предлагается опять-таки русская раскладка клавиатуры того языка который вы выбрали накануне но мне неудобно работать все время с русской раскладка ввиду того что в linux и команды их нужно писать на английском языке название сайтов в браузере на английском языке поэтому я хотел бы чтобы раскладка клавиатуры было все таки по умолчанию английской поэтому я листовый вверх и нахожу english us и соответственно english us здесь нажимаем продолжить следующий этап режим установки да то есть это обычная установка соответственно в браузер утилиты офисные пакеты игры и так дальше да ну или минимальная установка но опять-таки коллеги по умолчанию я вам рекомендую обычную установку потому что будет все что необходимо вам установлено дальше загрузить обновление во время установки если у вас есть интернет на вашем компьютере и это не ограниченный интернет то рекомендую тоже сразу обновиться следующая галочка весьма полезное это установить дополнительное программное обеспечение такое как драйвера графической видеокарте к оборудованию вайфай медиа кодеки и так дальше соответственно очень сильно рекомендую если у вас видеокарта например nvidia то драйвера по умолчанию нету соответственно вот эта галочка она вам установит драйвера то же самое касается и вайфай модулей вот то есть мой компьютер сейчас подключен по кабелю к интернету но также в нем есть вайфай модуль соответственно вот при установленной этой галочке все это дело будет установлено поэтому вот такие галочки мы ставим нажимаем продолжить следующий этап следующий этап так думает думает следующий этап это выбор диска ну и собственно куда это дело будет все установлено значит что мы видим тип установки убунта сама понимает что мы хотим ее установить Установить рядом с Windows, да, поэтому выбираем первый пункт меню, установить Ubuntu рядом с Windows, с Boot Manager, вот такая вот идея, как она это поняла, ну очень просто, мы освободили место, Ubuntu нашла это место, поэтому чок туда сразу, как говорится, не установить, есть вариант номер два, стереть весь диск и установить Ubuntu, коллеги, будьте внимательны, потому что можно все стереть и, соответственно, будет плохо, но есть другой вариант, где вы можете самостоятельно выбрать, куда ставить эту Ubuntu, я, собственно, выберу установить первый пункт меню, установить Ubuntu рядом с Windows Boot Manager и нажимаю установить сейчас, дальше, собственно, здесь нужно согласиться, да, то, что будет отформатированы разделы там, да, в Extended 4, вот, то есть, вот то свободное место будет создан раздел и туда будет установлена Ubuntu, нажимаем продолжить, продолжить. Следующий этап, коллеги, это выбор часового пояса, то есть, чтобы время у вас правильно шло на компьютере, нужно выбрать часовой пояс, где вы находитесь, здесь можно просто на карте кликнуть приблизительно в то место, где находится ваш город и, соответственно, будет нужный часовой пояс, у меня Ubuntu определила автоматически, что я нахожусь в Киеве, поэтому я оставляю Киев и нажимаю кнопку продолжить. Так, следующий этап, коллеги, это выбор создания пользователя, имя пользователя, соответственно, я на английском языке напишу User, вы можете написать другой пользователь, рекомендую вам с маленькой буквы, да, чтобы потом не было всяких непоняток, да, то есть, что система вас не пускает, а оказалось, что буква должна быть большая, да, поэтому сделайте все маленькие. Дальше необходимо создать пароль, 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 если вы будете включать на вашем Linux OpenSSH службу и так дальше, да, то есть, если будет возможность удаленного доступа к вашему компьютеру, то пароль должен быть серьезный. Вот, если же вы просто будете за ним работать, то можно и создать пароль попроще. Я вот, например, создал сильный пароль, сильный пароль, так повторяем его, видите, сильный пароль. Дальше требовать пароль для входа в систему, да, то есть, каждый раз при загрузке компьютера я буду выбирать, я буду вводить этот самый пароль. Здесь все, нажимаем на кнопку продолжить. Ну, а дальше, собственно, коллеги, начинается инсталляция, вот, и, собственно, это может занять некоторое время. Сколько времени это займет? Все зависит от того, насколько быстрый ваш компьютер и насколько быстрое подключение к интернету на время скачивания вот всех этих обновлений. Ну, а пока ставится, коллеги, давайте поговорим о том преимуществах, собственно, операционной системы Linux, почему Linux вам нужен, почему без него сейчас нельзя. Дело в том, что сейчас Linux везде, везде, куда вы не посмотрите, Linux прям вот прям везде. Ну, например, если у вас мобильный телефон Android, коллеги, это Linux, Android это Linux. Если вы посмотрите сервера, на серверах в основном Linux, если вы посмотрите облака, облачные всякие провайдеры, там тоже в большинстве случаев используется Linux. Если вы посмотрите суперкомпьютеры, они тоже работают на Linux, ну, получается везде, в автомобилях, вот, умный дом, интернет вещей, ну, прям везде Linux, понимаете, да, то есть на телевизорах Linux там стоит, везде Linux, вот все, что ни возьми, это Linux. Что это означает конкретно для вас? То, что вы должны владеть этими технологиями Linux, почему? Потому что за это платят хорошую заработную плату. То есть вы должны быть квалифицированным специалистом, с Linux нужно быть на ты, ну, и как результат вы легко сможете превратить ваше умение, знание в деньги. Вот, собственно, коллеги, я вас и приглашаю на курс, который называется Linux с нуля. Стоит он 24 доллара, длится 2 недели, 6 занятий, где вы изучите 18 основных команд для работы с операционной системой Linux. Вот, собственно, это дело вы установите себе вот сейчас Linux, да, и, собственно, приглашаю вас, где вы сможете это дело все, как говорится, на практике усвоить. Следующий этап, то, что Linux, он намного надежнее, чем Windows, да, вот в Linux почти нету вирусов. И в Linux очень хорошо происходит разделение прав доступа, то есть даже если вирус заведется, то он заведется у конкретного пользователя, он не повредит всю систему. Поэтому в Linux на самом деле большие перспективы. Ну и я вам так скажу, что вот этот вот Ubuntu 2204, это одна из самых лучших операционных систем на данный момент. Поэтому за этим будущее, да, это не тот Linux, который был 5-10 лет назад. То есть сейчас здесь можно работать. Вот у меня, например, жена, она не сразу и отличила, что это оказывается не Windows, понимаете, да. То есть очень все похоже и как бы работаешь и даже тот же YouTube, там можно смотреть и другие сайты, там, да, и все как бы все работает. Фильмы смотреть, как бы никаких проблем, собственно, нету. Поэтому рекомендую осваивать Linux, ну и, собственно, превращайте ваши знания в деньги. Итак, смотрим, что у нас здесь дальше. Так, а дальше у меня происходит инсталляция. Ну и здесь необходимо немножко подождать. Поэтому ждем, когда будет установка завершена. Итак, установка завершена и нам необходимо перезагрузить компьютер. Поэтому нажимаем на кнопочку перегрузить. Отмонтируются диски. Ну и наш инсталлятор должен нас попросить, чтобы мы извлекли флешку. Соответственно, извлекаем флешку. Так, флешку достал. И здесь нужно нажать Enter, чтобы произошла перезагрузка. Собственно, BIOS. Так, так, так. И вот, пожалуйста, меню. Появилось меню. Соответственно, есть Ubuntu вверху, да, и внизу есть Windows Boot Manager. Таким образом, при загрузке компьютера я могу выбрать, собственно, в какой системе мне работать. Итак, давайте это дело все проверим. Выбираю Ubuntu. Выбираю Ubuntu, нажимаю Enter. Ну и, собственно, происходит загрузка моего Linux. Опять-таки, зависит скорость загрузки, зависит от быстродействия вашего компьютера, ну и SSD диска, на котором это дело все установлено. У меня достаточно быстро, тем более это первый запуск. Вот, пожалуйста. Так, нажимаем Enter, вводим пароль. Вот наш сложный пароль. Так. Все запустилось. Вот, пожалуйста, значит, сетевые утилиты, учетные записи. Да, я пока не буду никуда входить. Значит, так, отправлять сведения в Canonical. Не, 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 не надо за нами следить, ничего не надо отправлять. Далее. Конфиденциальные службы определения местоположения выключены, да, то есть мы все это лишнее выключаем. Ну, все готово. Пожалуйста, коллеги, есть здесь, можете посмотреть, и Visual Code Studio, и Zoom, и Spotify для прослушивания музыки, и Slack, и VLC Player. Ну, в принципе, все, что душа, как говорится, пожелает. В принципе, все, все можно установить. Итак, пробуем выйти в интернет. В интернет. Так, запускаем браузер Firefox. Вот, все это дело должно запуститься. Так, 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 запускайся. Первый раз долго достаточно. Так, ну, и что мы видим? Мы видим то, что, то, что все у меня здорово, да. То есть, пожалуйста, Firefox работает. Так, работает, работает. Даже анимация есть, прекрасно. Значит, да, подъехали какие-то уведомления. Вы можете, значит, обновление нажимаем установить. Вот, чтобы все это дело тоже доустановилось. Ну, и так, пробуем куда-то зайти в интернет. Ну, пожалуйста, Википедия у меня открывается. Таким образом, все работает, да, никаких проблем нету. Вот, здорово на самом деле. Поехали дальше. Значит, следующий этап, это я хочу перегрузиться и убедиться в том, что у меня работает, работает Windows, да. То есть, без Windows тоже, как бы, сейчас нельзя. Поэтому давайте посмотрим. Так, мне единственное, что здесь ставится обновление. Ну, давайте подождем, пока они установятся полностью. Так, все установилось. Перегрузить, да, все здорово. Значит, чтобы выключить мой компьютер, ну, или перегрузить, нажимаем справа вверху на кнопочку, там шестерня такая, да, кнопочка. И вот здесь есть выключение, завершить сеанс и есть перезагрузка, перезапуск, да. Значит, перезапуск, нажимаем перезапуск, перезапуск. Ну, и, собственно, сейчас я должен вернуться в BIOS. В меню JRABA, загрузчика, где я выберу уже загружаться в Windows. Так, так, появилось меню, нажимаем стрелку вниз, Windows Boot Manager, нажимаем Enter. Ну, вуаля, вот, пожалуйста, мой Windows. Да, он достаточно быстро грузится. Вводим пароль пользователя. Ну, и, собственно, я вернулся в ту систему, с которой я это дело все начинал. Таким образом, коллеги, мы успешно установили Linux, Ubuntu рядом, параллельно с Windows. Да, давайте откроем управление дисками и посмотрим, как же теперь это дело все выглядит. Ну, вот таким вот образом это дело выглядит. Значит, и вот здесь вот теперь находится, в этих 32 гигабайтах находится Linux. Правда, почему-то Windows не видит Extender 4, да, и пишет не распределено, хотя там находится Linux. Таким образом, мы установили все это дело на один диск. Значит, коллеги, если у вас есть какие-либо вопросы, то, пожалуйста, пишите эти вопросы в комментариях. Я на них с удовольствием буду отвечать. Пишите ваше мнение в комментариях. Ну, и если вам это видео было полезным, оцените его лайком. Что важно, коллеги, то, что сейчас, кроме технологий Linux, если вы хотите нормально зарабатывать, то вы должны быть специалистом на стыке каких-то знаний и технологий. Да, то есть сейчас Linux, он сам по себе мало интересен. Да, Linux это сетевая операционная система, поэтому нужно знать сети. Поэтому я вас приглашаю на курсы ЦИСКО. Это фундаментальный курс по сетям. Ссылки все доступны под этим видео. Дальше, коллеги. Кибербезопасность. Вот почему Linux выбирать? Потому что это надежная, безопасная операционная система. Но, тем не менее, нужно владеть знаниями по кибербезопасности. Поэтому я вас приглашаю и на кибербезопасность. Курс кибербезопасность, введение в кибербезопасность стоит 24 доллара, 2 недели, 6 занятий, где вы познакомитесь, что такое кибербезопасность, ну и, собственно, как ее обеспечить. Дальше, программирование, коллеги. Вот больше всего кто зарабатывает? DevOps инженеры, да, то есть это стык чего? Linux, сетей и программирования. Поэтому я вас приглашаю на курс введения в DevOps, стоит 24 доллара, 2 недели, где вы научитесь программировать. Курс очень такой практический, вот 10 практик там, и все это дело можно, собственно, освоить. Поэтому двигайтесь вперед, развивайтесь, превращайте свои знания, навыки, умения в деньги. Это важно. Собственно, коллеги, на этом все, мир дому вашему, салам алейкум, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приходите, будем объединяться, будем двигаться вперед. На этом все, до свидания.